Приветствую вас на канале Технобудущее. Роботы и машины. И сегодня очень актуальная тема на сегодня. Представьте, вы возвращаетесь из отпуска, входите в офис и чувствуете, что что-то не так. Коллеги работают как-то быстрее. Шум клавиатур стал тише, а обсуждений меньше. Проекты, которые раньше тянулись неделями, теперь закрываются за пару дней. Вы садитесь на свое место, открываете задачи и вдруг видите, что ваши результаты за прошлый месяц уже устарели. Рядом коллега, который недавно только учился у вас. Теперь он выполняет в два раза больше задач и делает отчеты, будто за него работает целая команда. Вы спрашиваете, Каума, как тебе удалось это все так быстро сделать? Он улыбается. Да просто я теперь с ИИ работаю. И вот в этот момент вы понимаете, мир успел шагнуть вперед, пока вы стояли на месте. ИИ не где-то там, в лабораториях. Он уже здесь, рядом. Помогает в каждой профессии. От инженера до маркетолога, от юриста до строителя. Маркетолог за утро делает десятки идей для рекламы с помощью чат-GPT. Копирайтер создает тексты, редактирует их с помощью нейросети и экономит часы рутины. Архитектор за полчаса проектирует интерьер в Миджорни. Учитель подбирает индивидуальные планы обучения для каждого ученика. Инженер-электрик рассчитывает схемы и пишет инструкции с помощью ИИ. А даже мастер по ремонту снимает видео, делает описания и миниатюры для Ютуба при поддержке нейросетей. Раньше ИИ пугал, сегодня помогает. Завтра станет обязательным навыком. Но почему это так важно именно сейчас? Потому что за последние два года технологии сделали скачок, который раньше занимал десятилетие. ИИ уже пишет код, анализирует финансовые отчеты, создает 3D-модели, проверяет юридические документы и даже проводит маркетинговые компании. Компании по всему миру внедряют искусственный интеллект, чтобы снизить расходы и ускорить процессы. И те, кто умеют им пользоваться, становятся незаменимыми. А те, кто игнорирует новые инструменты, рискуют оказаться лишними. Не потому, что они плохие специалисты, а потому, что теперь есть другие, кто делает то же самое быстрее, дешевле и точнее. Что можно сделать уже сегодня? Один, начать с простого. Зарегистрироваться в чат GPT или Perplexity, задать вопросы, попробовать решать реальные задачи. Например, написать коммерческое предложение, резюме, рассчитать план закупок или составить тех задания. Два, изучить язык подсказок, промптинг. Это как новая форма общения с машиной. Чем точнее вы формулируете запрос, тем лучше результат. Сильный специалист будущего. Это не тот, кто знает все сам, а тот, кто умеет правильно спрашивать. Три. Применять ИИ к своей профессии. В строительстве – расчет материалов, визуализация объектов, оформление смет. В маркетинге – контент, сценарий, анализ ЦА. В юриспруденции – анализ договоров и поиск ошибок. В инженерии – моделирование, документация, оптимизация решений. В образовании – адаптивные программы и автоматизация тестов. Четыре. Не бояться экспериментировать. ИИ – это инструмент. Он не ошибается сам по себе, но учит вас думать лучше, когда вы проверяете его ответы. Это диалог, где вы – главный. Главная мысль – ИИ не заменит человека. Он заменит того, кто не использует ИИ. Через несколько лет привычное разделение «умелый специалист» и «новичок» будет не по опыту, а по скорости адаптации. Те, кто уже сегодня учатся работать с нейросетями, через год будут не бояться сокращений. Они сами станут теми, кого будут искать работодатели. ИИ – не враг. Он не пришел забрать профессию. Он пришел помочь встать на уровень выше. Может, сейчас это кажется сложным. Но вспомните, как когда-то сложно было освоить первый компьютер. Как было страшно нажимать кнопки, чтобы ничего не сломать. А сегодня это смешно вспоминать. С ИИ произойдет то же самое. Через пару лет мы будем удивляться, как вообще справлялись без него. Начните с малого уже сегодня. Поставьте цель каждый день пробовать хотя бы один новый инструмент. ChatGPT, Cloud, Copilot, MidJourney, Runway, Make. Смотрите видео, читайте примеры, пробуйте повторить. ИИ не заменит того, кто учится. Он сделает его сильнее. А как вы думаете, станет ли искусственный интеллект привычной частью нашей жизни или ей только будут пользоваться профессионалы? Напишите в комментариях свое мнение. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал. Впереди у нас еще много интересного про будущее ИИ и технологий.